Здравствуйте! В 2018 году финансовая налоговая служба подключится к международной системе, которая сделает прозрачными сведения о зарубежных активах. Подробно об этих изменениях мы поговорим с руководителем Управления Федеральной Налоговой Службы России по Хабаровскому краю Сергеем Ефревом. Сергей Викторович, здравствуйте! Предлагаю начать с изменений о добровольном декларировании. В ближайшие две недели завершается, до 30 июня завершается действие нашего закона о подаче специальных деклараций об активах, находящихся за рубежом и финансовых счетах банковских учреждениях. Действует этот закон, начал действовать с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Согласно этому закону, все российские граждане имеют возможность добровольно заявить в налоговые органы Российской Федерации всю информацию о наличии за рубежом активах, банковских счетах управляемых компаний. Сделано это, как вы уже сказали, для одной цели. Во всем мире сейчас идет работа по раскрытию налоговой информации финансовой, так называемая геофшеризация экономик. Очень сильно меняются законодательства, связанные с борьбой с отмыванием незаконно нажитых финансовых средств, уклонением от оплаты налогов валютными нарушениями. Российская Федерация не стоит в стороне от этого процесса. В 2015 году Россия присоединилась к совместной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития Совета Европы о взаимной помощи в налоговых делах. В связи с этим присоединением Российская Федерация получила возможность получать налоговую информацию, информацию о финансовой деятельности более чем в 90 странах, включая такие классические офшоры. Соответственно и 90 стран могут запрашивать данную информацию в нашей стране. А как же понятие о банковской тайне? Фактически тайна уходит из международных отношений. Раскрывается возможность получать другими странами информацию о налоговых резидентах другой страны в тех юрисдикциях, где они являются основными налоговыми резидентами. То есть фактически тайна перестает быть в таких деликатных вопросах, как связанных с оплатой налогов. В чем смысл добровольности? Какие-то послабления будут? Добровольность не дает послабления, она дает возможность закрыть историю до 1 января 2015 года. То есть налоплательщики российские, совершившие какие-либо правонарушения, связанные с получением зарубежных активов в банковских средств на банковских счетах, имеют возможность подать специальную декларацию и задекларировать. И соответственно в случае возникновения каких-то претензий, как налоговых органов или правоохранительных органов Российской Федерации и самое главное правоохранительных органов и финансовых органов других стран, смогут заявить, что эти все средства были получены законно в соответствии с заказательством Российской Федерации. Защитить вот этих лиц, так скажем, закрыть вот эту страницу, призван вот этот закон, который мы обсуждаем, 140 ФЗ. То есть данные суммы, которые вскроются, они будут облагаться налогом? Они не будут уже облагаться налогом. В отношении них не будут проводиться ни налоговые, ни выездные, ни камеральные налоговые проверки. В отношении них не будут возбуждаться уголовные дела по шести составам преступлений. Это составы, связанные с неуплатой налогов, все, которые есть в уголовном кодексе, с неуплатой таможенных платежей, с невозвратом выручки зарубежных операций. Не будут административные дела возбуждаться по незаконной предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения не будут рассматриваться. Здесь надо еще понимать, законодательство построено о специальном этом декларировании таким образом, что все сведения, которые включены в эту декларацию, в принципе, доступа к ним не имеет никто. Декларации хранятся в центральном аппарате Федеральной налоговой службы. Доступа к ним не имеют ни сотрудники правоохранительных органов, ни сотрудники Федеральной налоговой службы. Они там запечатаны в специальные конверты индивидуальные. Доступ к ним будет иметь только сам человек, который подал эту декларацию, в случае, если у него возникнут какие-либо проблемы. Данные суммы и активы необходимо будет только вскрыть и показать? Или же здесь имеет место быть налоговая амнистия? Ну вот я сказал, что по тем эпизодам, которые попадают в специальную декларацию, Получается, да, налоговая амнистия и амнистия по преступлению фактически закрывает большое... Я имею в виду, что денежные средства необходимо будут переводить зарубежных счетов на российские? Нет, возвращать в страну закон не обязывает. Они просто легализуются в нашем правовом поле. Добавлю, наверное, что легализация, то есть уход от номинальных владельцев к фактическим сделке, связанной с этим имуществом, которое тоже зафиксировано в специальных декларациях, по российскому законодательству облагаться налогами тоже не будет. То есть, ну, сделка по фактическому получению собственника какая-либо не попадает под налоговое положение. Мы сейчас с вами говорим только о физических лицах? Ну, фактически, да, это подается в декларации физическим лицом, но он в этой декларации указывает и компании, которые ему принадлежат. То есть, фактически, вся цепочка владения может быть задекларирована. Что говорит статистика и практика? Вот на сегодняшний день много людей, которые показали такие данные? Декларации мы не учитываем, статистика такая не ведется. Максимальный закон построен таким образом, чтобы сделать максимально возможную защиту этой информации от какой-либо, так скажем, получения. В нашем крае есть факты сдачи таких деклараций, как в налоговые органы нашего края, так и есть факты сдачи в Центральный аппарат Федеральной новой службы. Какое количество, я даже сам не знаю, и кто издает, никто не знает. Он сразу в момент приемки опечатывается и отправляется в Центральный аппарат специальной системой связи. Поэтому здесь этот вопрос ответить не смогу. Единственное, что порядок действий с обработки этих документов подразумевает последующую, так скажем, работу с этими документами. Документы хранятся в Федеральной новой службе в Центральном аппарате. Копия может быть сделана только самому налогоплательщику. Либо он делает ее в момент сдачи себе копию, либо уже потом запросит. Когда какие-то вопросы будут у правоохранительных органов и других компетентных органов разных стран, налогоплательщик либо предъявляет копию, заверенную Федеральной новой службой, либо сообщает о том, что он такую декларацию сдал в Федеральную новую службу. Делается запрос в Центральный аппарат, налоговая служба только подтверждает, что декларация сдана. Налоплательщик самостоятельно может затребовать копию с Центрального аппарата и предъявить правоохранительный орган. Если правоохранительный орган запросит достоверность этой копии, налоговый орган ее сравнит с подлинником и скажет, что она достоверна либо недостоверна. То есть сама декларация никому не будет предоставлена никогда. Только по просьбе самого лица ее подавшего. То есть тайна будет обеспечена достаточно качественно. Будет закрыта еще одна страница нашего развития экономики. Поэтому осталось две недели. В 2018 году информационный обмен будет автоматизирован либо по запросу работать? В 2017 году будет создана информационная система взаимного обмена. То есть запрос-ответ в электронном виде. В 2018 году она будет сдана в общую эксплуатацию всех стран. И налоговая служба Российской Федерации в 2018 году приступит к ее эксплуатации. Поэтому она будет автоматическая. Мы будем запрашивать в любой стране, присоединившейся к этой системе, в электронном виде информацию, связанную с финансовой деятельностью любого резидента, как Российской Федерации, так и иностранца, который действует на нашей территории. То есть это будет общая база? Это не база, а доступ к базам. Вопрос-ответ. То есть мы будем запрашивать операции по счетам в других странах банковских. Нам будет приходить. Ну, ровно будет такая же система, как в нашей стране. Сейчас обмен с банками у нас происходит в электронном виде, с регистрирующими органами в электронном виде. То есть мир становится более глобальным, быстрее обмен информацией будет происходить. А если мы говорим о настоящем, то сегодня у налоговой службы какие есть инструменты, чтобы знать о данных за рубежом? Сейчас идет система обмена на бумажных, так скажем, носителях. То есть мы направляем запрос в случае необходимости в центральный аппарат Российской Федерации. Там происходит перевод на язык другой страны и отправляется уже центральным аппаратом. Соответственно, длительность вот этого обмена информацией, то есть почтовые все пробеги, переводы, оно затягивает все это. Обмен идет в случае необходимости. Уже сейчас можно это использовать, потому что, как еще раз повторюсь, в 2015 году присоединились к этой системе. Но в 2018 СИЗ просто с ускорением этой работы легче будет получать информацию. Конечно, ее будем быстрее обрабатывать, больше ее будем просить. Поэтому просто будет больше, так скажем, круг налогоплательщиков попадать в нашу сферу внимания в связи с этим. Сергей Викторович, спасибо вам за подробную информацию. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.